Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня вновь у нас в гостях Андрей Бабин, председатель клуба «Люберецких городских поэтов», «Старый кот» и член Российского Союза писателей. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Николай! Как я по вам соскучился! Да, мы не виделись уже давненько. У нас сегодня большой такой должен быть разговор. Но мы не можем... Все-таки у нас поэт в студии. Мы договорились, что у нас будут сегодня стихи. И с чего бы мы начнем? Свеженькое что-то? Любимое самое. Давайте. Стих про любовь, дорогие мои друзья. Стих прекрасным женщинам про любовь от всей души. Давайте. Называется «Я знаю, что тебя найду». Я знаю, что тебя найду, пускай всего на пять минут В бурлящем городском аду, где никого опять не ждут. Любовью за любовь платить, списав полжизни в незачет, Ненужных слов наговорить. И смерть, и смех не брать в расчет, И отвернуться от земли, и отвернуться от небес, Услышать ангела вдали, Услышать, что мне шепчет бес, И рядом лечь на тонкий луч с тобою В первый утро час, Смотреть на свет В прогале туч, Смеясь и плача, Как сейчас. Ну вот такое начало, лирично-романтичное. Бодрое. Вот. Но мы понимаем, что все-таки речь у нас пойдет сначала о городском клубе, А вы целый председатель клуба и поэтов. Значит, поэтов много. Много. Давайте мы напомним, как работает этот клуб, И что там сейчас происходит у вас. Год был реактивно крутой. Вообще, Николай, прям похвалюсь от души. Дело в том, что комитет культуры округа С нами плотно сотрудничает И абсолютно во всем помогает. Все время. У нас с ним совместные проекты. И не просто с ним, Нам предоставляются площадки. Вот сейчас центральная картинная галерея Под наш концерт была, ну, просто вот предоставлена. Совместные проекты с библиотечной сетью округа, С Есенинской библиотекой. Огромное спасибо. Огромное спасибо. У нас же еще не просто в Люберцах, У нас еще совместные проекты с Дворцом культуры Жуковского. То есть не просто так. И причем они именно в том формате, который уникален. Потому что салон, например, в гостях у Анны, Наш совместный проект с Дворцом культуры, Это что-то нечто. А что это? Давайте расскажем подробнее нашим телезрителям. В общем, Николай, подготовленная площадка. Там стоят столики. Я ведущий, Анна Чернецкая ведущая. И в то же время мы читаем и свои стихи, И она исполняет как бы песни, Мои романсы, которые я для нее пишу. Я много пишу текстов песен для хороших вокалистов. И в то же время это приглашенные литераторы и музыканты, и вокалисты. То есть творческий бомон такой. Да. Все в длинных платьях, выступающие обязательно. Там строжайший дресс-код. Да я там даже в бабочке. Вы представляете? Кошмар на меня сдущий. И я все равно и веду себя прилично. Вы представляете? Люберецкий поэт маскируется под приличного. В общем, идеально получается. И самое интересное, что это не какая-то разовая вещь. Это именно программа, которая создана и которая работает как часы. У нас очень много литераторов, очень много очень хороших и крутых, действительно. Не побоюсь этого слова, крутых вокалистов. А где вы находите их? Вы какой-то клич бросаете? Нет, сами приходят. Или они сами приходят? Сами, Николай. Да. Они меня находят сами. Но дело в том, что иногда в небольших таких вот моментах я могу по каким-то, скажем так, андерграундным подвалам той же Таганки пройтись. Там, вы понимаете, просто так получается, что есть определенные моменты, когда люди настолько крутые. И они настолько, знаете, необычные. Они не просто талантливы, они уникальны, талантливы. То есть, когда человек не просто поет, он поет здорово, отрепетировано, стильно, но бывает неинтересно. А вот когда поют, интересно еще. И вот это получается, я их приглашаю. Мы их не просто собираем, у нас ведь еще и литераторы, поэты. Не просто так. Вот еще, когда люди являются собственниками своего контента, это самое главное. Ну да, сейчас это главное. Да, авторское право на них распространяется прямо как молотком. И действительно, он и автор музыки, или в данном случае автор текста кто-то другой, он автор музыки, он исполнитель. То есть, он практически все, кроме небольшой какой-то части аранжировки, которую действительно делается на специальном оборудовании, он делает полностью свое выступление. Причем, так получается, что так как я и ведущий программ наших, ведущий концертов наших клубных, ну, не только я, еще есть Анатолий Вернер и Вера Егорова, у них свои внутренние, у нас свои линии, скажем так, творчества в нашем клубном объединении, там Вера по сказкам, а Анатолий Вернер чистый поэт. Но, тем не менее, получается так, что вот в этот момент возникает, знаете, вот гармония выступлений, когда правильно подобранное, ну, там, литературное, например, выступление сменяется музыкальной вставкой. Ну да, связующий такой. Да, и получается, что это интересно, и люди могут три часа этот концерт смотреть. В честь моего клуба. Да, это даже не концерт, а можно сказать, такой фестиваль практически. Больше стих не фестиваль, да. Меня приглашают в жуи-фестивали и приглашают в жуи-конкурсов, чтецов там, и поэтому я знаю, как бы, общий уровень, знаю уровень самой подготовки мероприятия, и в то же время я могу из этого сделать какие-то выводы, чтобы не делать ошибок. Ну да, безусловно. Вот сейчас мы еще поговорим о библиотечных возможностях, потому что, ну, не секрет, что был библиотек вообще по стране такой сложный период. Вот сейчас, конечно, уже по-другому можно рассматривать эту историю. Библиотеки становятся таким тоже притягательным, что ли, элементом для культуры. Вот как вы с ними сотрудничаете? Вы уже начали об этом говорить? Да. Дело в том, что наша Есенинская библиотека организовала у себя прекрасный небольшой камерный зальчик с хорошим светом, с хорошим звуком, со звуковиком, и организует там и бардовские концерты, и наши клубные концерты, да клубный даже день рождения, трехлетие клуба, они тоже сделали вообще великолепно. То есть все было классно, и это у них работает. Там идут спектакли, и в том числе используют пушкинскую карту. И так получается, что это привлекает дополнительно зрителей, аудиторию зрительскую, и что самое главное, Николай, очень часто их специалист записывает концерт. Так. И потом выкладывает... Кусочки? Нет, полностью. Полностью? Да, полностью выкладывает, раз он хороший контент, и он авторский, и получается, они выкладывают себе на ресурсы этот концерт. То есть получается, что... Популяризация такая. Да, охват аудитории прибавляется, и в то же время это дает возможность, ну, как бы, можно еще сделать технические записи, чтобы определиться, что лучше, что хуже, там поставить несколько телефонов. И потом смотреть, как лучше, как хуже получилось. Ну да, да, да. И не делать ошибок. А тут получается, что сразу идет на правильную запись люди сразу мобилизованы, и получается концерт концертом, литературно-музыкальный вечер такой. В гостях у Анны он определенного формата, там, ну, салон, реально салон. Да, салон. Да, а здесь более демократичная вещь. Вот, и получается, что здесь еще ведь не просто, как бы, аудитория, аудитория разная, там от 18 и выше, а получилось так, что у нас в округе делается специальная программа под нас. И полностью обеспечение тоже под нас, дай бог здоровья, вот реально огромное спасибо руководителям библиотечных сетей. Детский декабрь, который авторские сказки детских наших писателей, причем это не что-то такое на коленке, не где-то что-то откуда-то содраное. Это литературное произведение, которое с авторскими же вставками, музыкальными и песнями делается как детский спектакль. Мы же еще занимаемся благотворительностью. У нас есть линия помощи детям, которые попали в тяжелую жизнь ситуацию от муниципального центра. Это все обращается, как бы, к нам, ну, не к нам, к библиотечным сетям руководства, те же тамильские библиотеки этого центра, собирают список лекарств, мы собираем деньги, закупаем и вручаем. Тоже на запись, чтобы все видели, ну, не для короны, просто это видеоотчет о том, что все закуплено, с чеками и вручено. Да, это хорошо, потому что можно сколько угодно много говорить о благотворительности, иногда лучше показать, и все становится понятно. Лучше показать, да. Ну, у вас, я так понимаю, благотворительность, это отдельный такой тоже элемент, это, наверное, и к клубу относится, и к тем людям, которые принимают участие, и вообще вот этот творческий, так скажем, коллектив глобальный, да, тот самый Бомонд, вот, я так понимаю, что и к вам обращаются, и вы сами что-то делаете, да? Да, так получается, что, например, у нас же серьезная сейчас ситуация идет с войной, это действительно война, я офицер сам запаса, меня сейчас, мне присылали отсрочку на 10 месяцев, поэтому я просто, если понадобится, точно так же соберусь, она у меня уже будет или четвертая, или пятая, поэтому я знаю, что это такое, что это нехорошо, это тяжело и страшно, но тем не менее, это надо делать. И я пойду. Поэтому, это я без короны тоже говорю опять. Ситуация в чем? У нас ко мне обратились представители башкирской мусульманской организации, и попросили помочь семье тяжело раненого солдата, так получилось, что он был очень серьезно ранен, а его брат родной погиб, Юрий Тулаев. И помочь его матушке, которая проходила, он проходил лечение, и мы оказывали им помощь. Ну, как бы и продукты, и немножко деньги на расходы, потому что, ну, государство серьезно заботится. Действительно, и квартиру дали, то есть здесь все нормально. Но, тем не менее, вот этот вот элемент помощи, он нужен всем, в том числе и тем, кто помогает, чтобы знать, что к чему. Ко мне обратилось руководство госпиталя центрального клинического Бурденко. Ну, как бы они нашли мой телефон, и тем не менее, мы тоже так же у них провели концерт прямо по палатам. Я ходил с моими вокалистами по палатам и проводили концерт именно перед тяжело раненым. И там, как бы, морально очень тяжело. Но это все равно нужно делать, потому что все правильно. Мы все свои. Ну, и у нас время подходит к финалу первой нашей части, а мы обещали, что будут стихи, коль поэт у нас в студии, поэтому давайте следующее стихотворение. Дорогие прекрасные дамы, стих пободрей. Давайте. Называется «На свадьбах горных королев». Он тоже один из моих самых любимых. Давайте, давайте. Такой, нахальный. Но про любовь. На свадьбах горных королей, на тьме потерянных следов, за криками быстрей, быстрей, за воем мертвых городов, у страшной правды на краю, у черной ведьмы на костре. Я выпросил любовь твою и плакал с пьянью во дворе. Рассветами стирая тень, закатами издирая мглу, так мотылек, живущий день, без страха смотрит на луну. Не сожалея ни о чем, он век свой с крыльями прожил, и мы друг другу не соврем, так Бог за нас уже решил. Вот такое стихотворение. Сейчас будет у нас скоро вторая часть, и во второй части мы тоже услышим стихи. У нас будет начало стихотворения, у нас будет в начале второй части, и в финале, я так понимаю, тоже что-то прозвучит. Напомню, что в студии у нас председатель клуба Люберецких городских поэтов, старый кот, так называется этот клуб, Андрей Бабин и член Российского союза писателей. Сейчас делаем небольшую паузу, после чего продолжим, тем более, что у нас есть еще о чем поговорить. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Андрей Бабин в студии, председатель клуба Люберецких городских поэтов «Старый кот», член Российского союза писателей. И вы говорили о Дворце культуры, мы сейчас о нем поговорим, но в начале, как я и обещал, у нас очередное стихотворение. Прошу. Дорогие мои друзья, стих про любовь. Очередной. В любом случае. В любом случае. Про любовь прекрасным дамам. Давайте. Лирический полностью. Там город забытой любви, там город забытых собак, там тают в снегах корабли, и солнце висит просто так. Там взглядом царапают пол, забыв, как на звезды смотреть, а рядом и волны, и мол, молчат, продолжая стареть. Непринятый смысл бытия, непонятый облик стиха, укроются пологом мха и сны и века якоря. Но тающий свет той любви, которая мир создала, дрожа, все зовут фонари, хоть мрак до небес, как скала. И я со свечой на мосту стою у границы теней. Последний солдат на посту, последний, кто помнит о ней. Вот такое начало нашей второй части, и мы идем дальше, потому что творческих вопросов много, событий много. Поговорили мы о работе клуба, поговорили о библиотечных возможностях. И вот теперь Дворец культуры тоже у вас проскочил. Что там у вас происходит? У нас во Дворце культуры мы как раз с руководителем, не с руководителем, мы с руководством Комитета культуры. Он просит составить, скажем так, планы, и мы там будем делать совместные проекты по концертам, именно по залу. Дело в том, что я достаточно часто выступаю, скажем так, на таких площадках, такого хорошего уровня, как у нас. И в Москве выступаю, в Центральном доме работников искусств, была презентация моего романса, Анна Чернецкая пела. И так получается, что, чтобы создать нужную среду, нужно нам постоянную рубрику, дополнительную. Может быть, мы это будем делать интернетный вариант, или будем развивать нашу рубрику на радио Любриевского региона. Там у нас совершенно она устаканившаяся, устоявшаяся. Я там иногда ведущий. Ольга Щевелева там руководительница и тоже ведущая. Ну, она в основном ведет. Ну, иногда как бы, ну, мы ведущие в чем-то. Я в совсем небольшой степени. Поэтому она очень хороший профессионал высокого класса. И эта рубрика называется «Стихия стихов». Хотя туда я приглашаю вокалистов в том числе. Причем вокалистов тоже так же с цыганскими романцами, просто как бы с романцами. Или исполнителей бардовских песен, на которых права все вполне работающие. Ну, то есть главная текстовая как бы составляющая, но ничего не мешает этот текст превратить в романс или в песню. Да. Я пишу для как бы серьезных очень, скажем так, исполнителей, но пишу необычно. Знаете, как бы действительно это высший пилотаж написать под вокалиста. И только под него. Потому что кто как тянет концы, кто как их режет, кто как делает паузы. И в то же время, вот, например, есть дуэт великолепный. Моя одноклассница Дарья Александрова и ее сестра Катерина. Они исполнительницы романсов. Ну, великолепно. И я для них делаю альбом. Так же, как для Анны Чернецкой. То есть он полностью будет под них. Ну вот, кстати, появляется романс. Тут стоит поговорить о ваших текстах. Потому что, ну вот, чем отличается песня от романса, например. Вы так часто говорите слово романс. С одной стороны, это вроде бы как что-то такое из 19 века фактически. Да, там, ну, первой части 20-го. А потом романс все-таки куда-то ушел, а вы его возвращаете. Да. Потому что, понимаете, ситуация в первую очередь не в построении даже, а в эмоциональном наполнении. Вот давайте я вам сейчас прочитаю текст романса. Ага. Который, вот я потом, и потом в конце еще прочитаю другое стихотворение. Хорошо, хорошо, давайте. Просто чтобы как бы... Понимать. Да. Здесь само построение, текст проще, скажем так, чем текст стихотворения. Ну, то есть певучий текст, да, такой? Да. Там, где плескается завтрашний день, Я тебя жду, сердце мое, Там, где распустится наша сирень, Я тебя жду, сердце мое. Лягут с росой на сухих стебельках Этих лугов слезы мои, Искрами солнца, шорохом трав, Тая в ветрах, как корабли. Крыльями ангела я обниму Плечи твои, Сердце мое, И не отдам никогда никому Наши мечты. Сердце мое, Мы научились любить и летать, Нам не нужны Клятв якоря, Чтобы у края Вечности встать. Сердце мое, Радость моя. Ну да, это такая певучая. Да, и он отличается от стиха, Вы заметили? Да, конечно. И сильно, потому что Написать под вокалиста, Еще раз повторюсь, Это задача очень сложная, Потому что очень часто, Вот, например, Мне отправляют мелодию, Она разделена на вступление, Первый куплет, припев, И второй куплет. Здесь очень важно поймать Про то, что и иногда фабулу. Ну да. Например, это баллада. Понятно. И это баллада, И я начинаю просто его много-много-много раз, В том числе в машине, Переслушивать. И вдруг возникает опорная фраза, Или опорное слово. Вот здесь оно сердце мое. Ну да. Понимаете? И все, и вокруг него строится уже вся. Да, оно начинает рождаться. И знаете, это такой интересный момент. У меня в машине лежит гора просто черновиков, Который остановилось состояние, И не получается его дописать. Ну да. И получается, что он у меня сваленный просто кучей, И потом время от времени я их беру, И возникает магия. Возникает, да. То есть это такая заготовка на будущее. Да, заготовка. Оно, знаете, остановилось мгновение, Ты прекрасна, это прям вот про это. Ну и мы не забываем, Что вы еще ведете рубрику, Или публикуетесь, я так понимаю, Сотрудничать с Сибирецкой панорамой. Да, есть такое. Как там у вас идет работа? Великолепно. Дело в том, что это же не заказные статьи. То есть прошло мероприятие. Вот, например, судил я детский конкурс чтецов. Больше 90 участников. Ого-го. Да, в нашей картинной галерее. Причем настолько было классно сделано все. Ну, конечно, затянуто по времени, Но это детали. Ну, тут еще дети, да. Тут каждый должен выступить. Хочешь, не хочешь, терпи. Да, и здесь, понимаете, Николай, Здесь получается то, что вот, Дай бог здоровья организаторам, Они молодцы. Молодцы дети, молодцы родители, Молодцы преподаватели. Молодцы мамы и папы. Так получается, что я сидел, И, знаете, ну, как бы достаточно много Меня раз приглашали, И приглашать будут, надеюсь. Но здесь была именно та ситуация, Когда я сидел, И мне было интересно даже от уровня детей. Я не знал, как их судить. Ну, потом, когда это всего лишь было плюсование баллов там, И потом я выступал для них, Когда их подсчитывали другие члены жюри, А я выступал, читал стихи, И про любовь в том числе, Потому что дети были очень разные. Ну, так и надо, что же делать. Ну, так и надо. Ну, вот мы потихонечку двигаемся к финалу. Напереди у нас еще одно стихотворение. Но вот в целом, Я смотрю, что деятельность бурная, активная. И это говорит о том, что запрос у самих граждан, Живущих в городском округе Люберца, На вот эту культурную страничку, он имеется. И вас поддерживают в том числе, То есть люди сами приходят, сами ищут. И плюс от комитета по культуре тоже идет. То есть вы как бы смогли связать вот эти все... Вы понимаете, Николай, Так получилось, что это же не просто какая-то пустующая ниша была. Так вышло, что сам по себе уровень людей, Которые приходят, даже если у них достаточно средненький, Они все равно тянутся и тянутся, и тянутся. Это усилие над собой, это старание. Ну, конечно. И старание всегда приносит результаты. Потом они смотрят на других, слушают других, да. Да, получается так. Заставляют по-другому. Мобилизовывает как-то. И получается то, что волшебным, каким-то магическим, Действительно волшебным образом, Это становится настолько интересно, Настолько захватывающе, Что действительно определенные форматы, Которые мы, я уверен, будем делать в нашем округе, Потому что вокалисты и поэты и московские, и с области, И в том числе мы сотрудничаем с разными лито в других городах России. Ну да, то есть можно делать сейчас, как бы, переплетения такие. Можно туда поехать, можно сюда пригласить. Да, да, да. И так получается, что здесь у нас, Из-за того, что мы такие, Так получилось, слава богу, что мы очень разноплановые, Мы можем формировать любую программу. Любую конструкцию вот этой программы. Потому что есть обзорный концерт. Его можно сделать, вот как в картинной галерее, Три с половиной часа. Он обзорный для того, чтобы люди приехали, Именно авторы это делаются под них. И посмотрели, как. Что можем, что не можем. Да, да, да. Сделать запись. А есть, например, ну не сольники, я их называю, полусольники, Когда два-три вокалиста и два-три литератора. И у них где-то час 15-20 выступления. Я ведущий, я спокойно это дело формирую. И мы это делаем в таком, знаете, вот в темпе. Получается, что правильный конферанс тоже играет очень серьезную роль. Да, потому что если возникает какая-то, идет же постоянная запись. Конечно. И если какая-то пауза возникла, Раз, связать надо, да. Да, да, да. Или я что-нибудь почитал, отвлекая внимание, Пока установится оборудование, например. Ну там много, много таких вариантов, Что у нас это уже поставлено на правильный поток, И образовался достаточно большой пласт опыта. Сейчас осталось доделать тот, например, момент, Что постоянная какая-то рубрика на какой-то официальной платформе нашего округа будет, Где я спокойно буду ведущие приглашать двух-трех человек И под это делать концерт. Потом. То есть это своего рода обзорный момент. Да, потом, да. А потом уже... Глобальный. Да, глобальный. Под них. Или две трети времени под них. Ну, время движется, наше время персональное движется к финалу. Пришло время четвертого стихотворения. У нас такой сегодня квартет стихотворный получился. Давайте. Так, ну вопрос, понаглее или полиричнее? Я думаю, что полиричнее все-таки финал. Конечно. Дорогие мои друзья, стихотворение про любовь. Магическое. Так. Так. То, что Богом положено в основании жизни с рождения. То, что мостиком к солнцу проложено. Где не ходит ни ложь, ни сомнения. В два бокала рубина хрустального. Моей крови семь капель отмерено. И я действия жду моментального. Все мое. Все мое в твои руки доверено. Я из лунного дыма замешивал. Я из лунного камня растачивал. Я по золоту тень твою взвешивал. И за гордость свою переплачивал. Вот такое стихотворение завершает наш сегодняшний разговор. Поздравляем Андрея Бабина с его активной деятельностью. Что ему удалось подтянуть как можно больше людей. И еще подтягивать. Председателя клуба Люберецких городских поэтов «Старый кот» и члена Российского союза писателей. Ну и с наступающим Новым годом. Я думаю, что тоже работы будет предостаточно. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин